Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами продолжим разговор о церковных священнодействиях и таинствах. В церкви существует много священнодействий, и как мы в прошлое воскресенье с вами говорили, среди них выделяются семь церковных таинств. Таинства крещения, миропомазания, брака, священства, соборования, исповеди и святого причащения. Вот о последних двух таинствах мы сегодня и поговорим чуть подробней. Таинства святой исповеди и таинства святого причащения. Принято, чтобы христианин к этим двум таинствам приобщался во время одного богослужения, за одной службой, которая совершается утром. Утром в храмах совершается божественная литургия. Хлеб и вино по молитвам священника становятся истинной телом и кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И христианин приобщается телу и крови, соединяется с самим Господом, который свои тела и кровь отдал на спасение рода человеческого, принес себя в жертву на кресте нас ради человека и нашего ради спасения. Это важнейшее дело в жизни христианина – причащаться святых христовых тайн. Но участвовать в таинстве причащения – это дело чрезвычайно ответственное. Да, мы все причащаемся, как говорится в молитве, для того, чтобы Бог простил наши грехи в очищение грехов, в исцеление души и тела. Мы ждем благодатных даров Божиих, которые даже помогут нам с физическими болезнями расстаться и очистить нашу душу, но к таинству святого причащения человек должен приходить, подготовившись, чтобы, упаси Бог, не случилось так, чтобы причастился он недостойно. Вот откроем послание святого апостола Павла Коринфинам. Первое послание Коринфинам, 11 глава. Апостол рассуждает о таинстве святого причащения и обращается к слушающим его, к читающим его коринфским христианам. Он говорит так. «Всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Какое страшное таинство, священное таинство, и как важно приступить к нему в смиренном состоянии духа, совершив определенный духовный труд, чтобы не оказаться в числе недостойно причащающихся. Апостол далее говорит. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Посмотрите, какое страшное таинство. Оно может для нас быть во исцеление физических болезней, но может послужить и к усугублению физических болезней. Многие больны, многие умирают, потому что недостойно причащаются. А что же делать для того, чтобы причаститься достойно, со смиренным сердцем, причаститься с упованием на Бога, получить эти благодатные дары, очищающие душу и исцеляющие тело? Вот для этого Церковь Христова сам Господь наш Иисус Христос установил таинство Святой Исповеди. В Евангелии от Иоанна содержится рассказ о таком эпизоде. Христос посылает своих учеников на проповедь и наставляет их, и, между прочим, говорит такие слова, вручая им власть вязать и решить. Кому отпустите грехи, отпустится им. Кому удержите, удержится. Посмотрите, своим апостолам, своим ученикам и через них всем законно поставленным священникам православной Церкви Христос дает право совершать исповедь, дает право прощать грехи. Вот и мы, подготовившись, приходим в храм и склоняем свою голову под епитрахиль священника. Епитрахиль – это особая часть священнических одежд, которая употребляется батюшкой во время совершения им священнодействий. И священник, выслушав наши грехи, дав нам определенные духовные советы, произносит особую молитву, молитву тайно-совершительную, как говорят православные богословы. Священник молится, «Господь и Бог наш Иисус Христос с благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит тебе чадо духовное Иван, Петр, Екатерина вся грехи твоя, все согрешения твоя, и я, недостойный иерей, властью его мне данный, прощаю и разрешаю тебе от всех грехов твоих». Конечно же, существует особая дисциплина покаяния. Если мы редко причащаемся святых христовых тайн, то и к исповеди, и к причастию нужно готовиться, нужно поститься, хотя бы 2-3 недели не вкушать мясной молочной пищи, воздерживаться от супружеской жизни в это время. Вечером, накануне того дня, когда мы приступаем к таинству исповеди и причастия, обязательно следует прийти в храм, помолиться. Существуют специальные молитвы, которые помогают человека, человеку достойно подготовиться к исповеди и причастию святых христовых тайн. Все это необходимо исполнять. Необходимо слушать и советов опытного священника, духовника, который наставляет в храме человека, пришедшего к нему на исповедь, как подготовиться к следующей исповеди и к следующему причащению. Не нужно смущаться, и тем более не нужно обижаться, когда вас, если вы первый раз пришли в храм, и священник не допускает сразу к причастию святых христовых тайн, нужно сделать выводы и в следующий раз подготовиться лучше. Нужно все сделать для того, чтобы тело и кровь Христа Спасителя послужили нам во здравие, во исцеление души и тела. Но все-таки практика показывает, что даже религиозному человеку очень трудно сделать первый шаг к таинству покаяния. Очень трудно человеку гордому, человеку, занимающему определенное общественное положение, человеку высокого образования, человеку, который считает себя специалистом в какой-то области, владеющему великолепно профессиональными навыками, гордящимися своим родом племенем и мало ли чем еще гордящимся. Очень трудно такому человеку прийти и упасть на колени перед Богом, склонить свою голову перед священником, положить свою голову на аналой, склонить ее под епитрахиль. Все-таки покаяние, истинное покаяние, такое, которого ждет от нас Бог, Бог, это тоже дар Божий. И бывает, что всю жизнь человек идет к тому моменту, когда с искренним сердцем все-таки приступит к таинству святого покаяния и к таинству святого причащения. Увы, гордость и тщеславие человека являются серьезной помехой на пути к приобщению Божественной благодати. И не случайно в Библии сказаны такие замечательные слова, такие важные слова, слова, которые открывают нам бездны человеческой природы. Бог гордым противится, осмиренным дает благодать. Но какое же счастье, какая радость, какое облегчение бывает, когда человек все-таки переступит через свою гордость и принесет истинный, искренний труд покаяния. Каждый священнослужитель из своей пастырской практики может рассказать множество историй, истории, которые свидетельствуют об этом удивительном даре Божьем, покаяния и истории, которые, к сожалению, свидетельствуют об обратном, о том, что иногда человеку очень тяжело прийти к Богу и покаяться. Ну вот совсем недавно, буквально, мне рассказали такую историю. Жил, добыл в 90-х годах в Петербурге один достаточно известный питерский, простите за это слово, бандит. Известный бандит. Он занимался рэкетом. И вот как-то так получилось, что уже в начале 21-го века этот человек, достаточно молодой, постепенно стал задумываться о смысле жизни. У него внезапно умерла жена, а потом кто-то привез его в Грецию, кто-то привел его на Афон. И вот там, на Афоне, в одном из монастырей, кажется, это был сербский монастырь или болгарский, с ним произошло чудо покаяния, чудо преображения. Он сам рассказал, как увидел он этот человек, у которого руки в крови были и душа была черной, увидел старца, этим старцем оказался настоятель монастыря. Он не очень хорошо понимал по-русски, но все-таки вот этот человек, этот бандит остановил его и заставил его выслушать всю свою исповедь, за всю свою жизнь, со слезами. Он получил отпущение грехов на Афоне в этот день. А потом, когда вернулся в Петербург, через некоторое время обнаружил, что неизлечимо заболел, заболел раком. Ему не было еще 45 лет, когда он умер. Умер в покаянии, умер в смирении, причащаясь к святых христовых тайнам. Не наше дело исследовать судьбы Божии, но очень похоже, что этот человек, у которого была весьма грешная молодость, все-таки спасся. Наш замечательный поэт, мой любимый поэт, Некрасов, в таких строчках описал это внезапно рождающееся в душе чувство покаяния, которое влечет человека к исповеди перед священником и к причащению святых христовых тайн. Вернувшись из долгой заграничной поездки, он посещает родные места и вдруг видит храм Божий на горе мелькнул. И детский чистым чувством веры внезапно на душу пахнул. Нет испытания, нет сомнения, и шепчет голос неземной, лови минуту умиления, войди с открытой головой, войди, Христос наложит руки и снимет волею святой с души оковы, сердца муки и раны совести больной. Я внял, я детский умилился, и долго я рыдал и бился оплитый старый челом, чтобы простил, чтобы заступился, чтобы осенил меня крестом. Бог угнетенных, Бог скорбящих, Бог поколений, предстоящих пред этим ветхим алтарем. Вот я каждому из вас, дорогие телезрители, желаю хотя бы один раз в жизни испытать такое очищающее чувство покаяния, прийти в храм, исповедовать свои большие и малые грехи, причаститься к святых христовых тайн и ощутить эту необыкновенную легкость души, которая избавилась от тяжкого греховного груза и летит к Богу. Субтитры подогнал «Симон»